Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Мы продолжаем читать Евангелие от Матфея на библейском портале экзегет. И сегодня мы читаем шестую главу. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награда от Отца вашего Небесного. И так, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец, твой видящий тайное, воздаст тебе явно. В религиозном обществе, когда богочестие считается большую добродетель, возникает соблазн использовать демонстративное богочестие для того, чтобы повысить свой социальный статус. Для того, чтобы себя зарекомендовать в качестве такого глубоко религиозного человека, который за свою глубокую религиозность заслуживает всякого почтения. Вот какой выдающийся человек. И таким образом в благочестие вкрадывается тщеславие и желание просто повысить свой статус. Господь против этого предостерегает, что человек может возгордиться даже своими добрыми делами. Господь говорит, нет, ты должен, пусть правая рука твоя не знает, что делает левая, ты не должен это записывать, ты не должен этим гордиться. И когда молишься, не будь как лицемера, который любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и с дворей в дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Молитва не должна превращаться в некую попытку прославить себя, а не Бога. Всегда есть соблазн создать себе некий внешний образ, такого богочестивого человека, который заслуживает большого почтения за свое богочестие. И вот Господь против этого предостерегает. Мы должны молиться, обращаясь к Богу, и не пытаться превратить это в средство наращивания нашего собственного эго или наращивания нашего социального статуса. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. «Молите же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должником нашим. И не веди на свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава вовеки. Аминь». Что значит не говорить лишнего, как язычники? Дело в том, что язычники полагали, что при помощи правильно составленных молитвенных формул, они могут буквально принудить богов выполнить их волю. Для этого нужны были правильно составленные формулы, божество надо было называть правильными именами, и люди прилагали большие усилия, большое искусство к тому, чтобы составить правильные молитвенные формулы. Эти формулы, они постоянно увеличивались, там такая настоящая гонка молитвенных вооружений, как принудить сверхъестественный мир сделать помоеву. И против этого многословия Господь предостерегает, потому что, конечно же, священное описание нас побуждает молиться постоянно, непрестанно. И речь здесь идет, не говорите лишнего, речь здесь не идет о том, чтобы мы мало молились, речь идет о том, чтобы мы не пытались манипулировать Богом для осуществления нашей собственной воли. Напомню, я беседовал с одним человеком, который считал искренне, он был очень малый церковный человек, но он искренне считал, что если молиться чуть-чуть другими словами, молитва от этого не сработает. То есть вот это такой механический, магический подход к молитве, против которого Господь нас предостерегает. И Господь дает нам здесь молитву «Отче наш». Он учит нас обращаться к Богу, как к Отцу и Отцу нашему. То есть не «Отче мой», а «Отче наш». Мы, молясь «Отче наш», молимся не как отдельно стоящие гордые одиночки, а как члены церкви, члены общины. Мы молимся досветиться имя Твое, то есть пусть Твое имя будет прославлено и нами, и ангелами на небесах. «Да приедет царствие Твое». Царство Божие – это реальность вводычества, реальность правления Бога. И это царство, с одной стороны, уже есть, оно присутствует, как Христос говорит в Евангелии от Луки, Он говорит «Царство Божие среди вас есть», или «Внутри вас есть», тоже возможный перевод. Царство Божие, оно присутствует там, где люди признают Иисуса Христа своим царем, и где они стремятся жить в повиновении Ему. Царство Божие, таким образом, уже присутствует в церкви. Церковь есть царство Божие в том смысле, что она объединяет людей, для которых Иисус Христос является царем. Но это царство, оно должно быть не просто нами как-то формально принято и провозглашено, это царство, оно меняет наши отношения друг с другом. Оно должно проявляться в том, как мы относимся друг к другу, как братья и сестры в церкви, в том, как мы относимся друг к другу в семьях, в том, как мы относимся к внешним людям. Когда мы просим «Да придет царствие Твое», пусть это царство проявляется в том, как мы живем. И это царство еще придет как нечто совершенно уже явное, как глобальный переворот, как перемена всего в мире, когда осуществятся предсказания пророков и установится то царство Божие по всей земле, где не будут делать зла и вреда, потому что земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. То есть это царство, хотя оно в силе и славе явится только в будущем и мы просим об этом, оно уже присутствует среди тех, кто верит в Господа и стремится жить по его воле и мы просим и о том, чтобы царство Божие пришло в силе и о том, чтобы царство Божие было явлено среди нас, чтобы мы вели себя как подданные этого царства. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мы просим о том, чтобы осуществлялась воля Отца, чтобы она осуществлялась в нашей жизни, на земле, как на небе, чтобы мы служили Богу, подобно тому, как на небе служат Ему ангелы. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Мы понимаем, что все наши нужды, они зависят от Бога, что Бог посылает нам все необходимое. Мы просим Его о насущном хлебе. Мы просим Его о том, чтобы все наши нужды были восполнены, о том, чтобы мы были сыты и одеты, и у нас было все необходимое. И эта молитва нас научает просить именно о хлебе, на сущном, не о чем-то излишнем и чрезмерном. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должником нашим». Вот в этой самой главной христианской молитве Господь нам напоминает о том, что мы, ища прощения у Бога, должны прощать людей, которые согрешили против нас. Это то, что выглядит часто необычным и тяжелым для обычного мирского человека, потому что в мирской этике этого нет. В мирской этике там понятно, что ты должен воздерживаться от кражи, от воровства, от убийства, ты должен выполнять свои обещания. Но вот что прощать, такого требования нет в обычной мирской этике. И евангельская этика тут выделяется, но мы должны помнить о том, что от нас требуется прощать нашим должникам. Не требовать мести, не требовать каких-то компенсаций от людей, которые нас обидели. «И не веди на свои искушения, но избавь нас от лукавого». Мы просим Господа о том, чтобы Он нас не ввел в искушение, то есть не попустил нам оказаться в ситуации искушения. И мы тем самым выражаем нашу волю, наше желание искушений избегать. Потому что искушения, они возникают постепенно. Постепенно человек устает, ему однажды вечером человек чувствует себя уставшим, унылым, и он хочет себя чем-то утешить, и он покупает банку пива. Потом он привыкает, ему становится это необходимо, он уже каждый день унылый, усталый, каждый день ему нужна эта банка пива, потом ему уже не хватает этой банки, он уже начинает пить что-то более крепкое. И потом он просто спивается и погибает. И искушение – это ситуация, когда у человека рука тянется к этой банке пива, первый раз или второй, и мы просим у Господа, чтобы Он нас спас от этой ситуации, когда мы втягиваемся в грех и себя губим. Но избавь нас от лукава, то есть от дьявола, ибо Твое есть царство и силы и слава веки. Аминь. Мы исповедуем, что царем в абсолютном смысле является Бог, и мы желаем жить в Его царстве. И далее Господь поясняет эту строчку из молитвы, Он говорит, если вы будете прощать людям согрешения их, то и простит вам и Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. В Новом Завете требование прощения является абсолютным. Вы не можете мстить. Если вы христиане, вы не можете мстить. Время от времени по разным поводам люди провозглашают лозунг «не забудем, не простим». Вот этот лозунг, он предполагает, что вы христианином быть не можете, если вы его провозглашаете. Потому что Евангелие требует прощения как чего-то безусловно необходимого. Вы не можете быть христианином, вы не можете пребывать в спасительной вере и не прощать. Если вы не прощаете, если вы носите в своем сердце мстительность, ненависть, желаете отомстить, вы не имеете спасительной веры. Однако, что здесь важно заметить, чтобы мы не путались в этом понятии. Что значит простить? Простить значит отказаться от мести. И отказа от мести Евангелие требует безусловно. Но это не всегда значит восстановить отношения с обидчиком, например. Вот если, допустим, ловкий мошенник убедил женщину взять кредит на свое имя, деньги он взял, там с ними убежал, а потом опять прибежал и говорит, вот на этот раз я точно знаю, куда их вложить, вот на этот раз у меня точно гениальная бизнес-идея, возьми еще один кредит. И в этой ситуации она должна ему, конечно, сказать, что я тебя прощаю и пошел отсюда. Она не должна поддерживать отношения дальше. Мы не обязаны находиться в отношениях с жуликами или с какими-то людьми, которые нас тяжело обижают. Мы должны их простить, не мстить им, но мы не обязаны эти отношения восстанавливать. То есть иногда человеку кажется, что он не восстановил отношения с обидчиком полностью, значит, что не простил. Нет, нет, прощение — это именно отказ от мести. Иногда человеку кажется, что он должен перестать испытывать горькие чувства по отношению к обидчику. И это тоже, скажем так, немножко в другой плоскости лежит. Горькие чувства не всегда в вашей власти. Вы можете испытывать горечь и боль точно так же, как человек избитый испытывает физические страдания. Но это не значит, что вы не простили. Прощение — это именно отказ от мести. Прощение также не означает, что вы отказываетесь от сотрудничества с государством, которое преследует преступника. Если вашу квартиру обворовали, и полиция хочет взять ваши показания, которые помогут вора задержать, вы можете с чистой совестью сотрудничать с полицией, и это не будет неким актом личной мести. Это будет актом сотрудничества с государством, которое преследует злодеев, как, собственно, Библия и предписывает начальствующему, который не напрасно носит меч. Вы можете так же прибегать к закону для защиты своих законных прав и интересов, как это делал святой апостол Павел. Мы это читаем в деяниях апостольских, он там, его собираются бичевать, и он обращается к своему статусу римского гражданина, чтобы это избежать. Но что, конечно же, эта заповедь запрещает однозначно, это месть. Мы можем вспомнить, как апостол Павел говорит в одном из своих посланий, «Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его». То есть апостол испытывает негодование на этого Александра Медника и призывает на него суд Божий, но чего апостол не делает, он не говорит своим ученикам, «Вот вы его там подкараульте где-нибудь на узкой дорожке и там ему объясните, как он не прав». Нет, никаких попыток личной мести апостол не предпринимает. Поэтому если вы испытываете негодование, гнев, обиду, это не значит, что вы не простили, и это не значит, что вы не прощены. Вы должны просто предать это дело в руки Божьего суда и отказаться от мести. Но речь может идти не только о таких тяжких обидах, а речь может идти об обидах совершенно мелких, которые могут разрушать отношения людей в семье, где-то в рабочем коллективе, когда вроде никто никого не зарезал, а просто есть какие-то колкие слова, какие-то невыполненные обязательства, еще что-то. И очень важное правило для нормальной здоровой духовной жизни – это немедленно прощать все обиды, которые у нас есть на других людей. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед отцом твоим, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Пост постоянно подтверждается в Священном Писании Нового Завета как такое проявление богочестия, духовная практика, которая Богу угодна, которую Бог принимает. У нас возникает иногда соблазн сказать, что Бог же знает, что мы в Него верим, зачем нам еще там поститься. Это нам утомительно, тут на каждом углу продается какое-нибудь мясо, даже бывает не всегда легко найти, если человек где-то работает, он не может прийти домой себе пищу приготовить, он где-то пытается сбежать в ближайший ресторанный дворик, а там свашное мясо. Тем не менее, пост – это то, что нам заповедует Священное Писание, и Господь не говорит, что вы не должны поститься, он исходит из того, что богочестивые люди постятся, это как факт. Он говорит, что не нужно делать из этого нечто демонстративное, не нужно демонстративно напускать на себя уныло-богочестивый вид. Верующий человек, он должен помазать голову свою и умыть лицо свое, не должен напускать на себя вид демонстративно-мрачный, а его пост должен быть перед Богом, а не перед людьми. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, а где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Мы призваны собирать сокровища на небесах. Почему люди собираются сокровища на земле? Потому что с сокровищами на земле связаны чувства престижа, самоуважения и чувства безопасности. Вот если что-нибудь случится, у меня есть куча денег. И этой кучей денег смогу прикрыться от тех или иных ударов судьбы. Я на эту кучу денег куплю себе, скажем, самое лучшее медицинское обслуживание или еще что-то. И люди, бывает так, что стремятся собрать как можно больше сокровищ на земле, как говорил Стив Джобс, что люди стремятся стать, каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. И Господь говорит, что здесь моли ржа истребляют, а у нас может истреблять курс валют, у нас может истреблять биржевой крах, у нас может истреблять внезапный карантин, который по экономике тоже очень сильно ударил. И мы можем так или иначе все эти богатства потерять, но в любом случае мы потеряем их, потому что мы не сможем их забрать с собой в могилу. Мы обречены умереть, и никакие деньги нас не спасут от смерти. И мы призваны собирать сокровища на небесах. Когда мы стремимся к небесам, стремимся угождать Богу, когда наша главная миссия в жизни – это служить Богу. И это вполне совместимо с тем, что человек может быть и богатым, и большие очень деньги зарабатывать. Мы можем вспомнить богочестивых купцов, которые строили больницы и храмы. Они, конечно же, имели от Бога такой дар вести коммерческую деятельность, зарабатывали большие деньги, но они понимали, что это дар от Бога, за который они отвечают Богу, и они употребляли эти средства на то, чтобы угождать Богу. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Светильник для тела есть око. Око – это в Библии символ милости к другому человеку. Например, в Ветхом Завете есть предостережение, чтобы глаз твой не сделался немилостлив к нищему брату твоему. Или говорится, что глаз их не сжалится над детьми о каких-то там захватчиках языческих. То есть человек может посмотреть на другого человека милостливым оком, а может, увы, и нет. И вот светильник для тела есть око – это то, как человек смотрит на других. Смотрит ли он на них таким милостливым взором, или наоборот, он на них смотрит каким-то взором злым, с раздражением, с негодованием, с ненавистью. И Господь говорит, что наше око должно быть светло, то есть милостливо к нашим ближним, особенно к тем, кто в нас нуждается. Мы можем смотреть на человека богожелательно, стремясь его оправдать в нашем сердце, увидеть в нем что-то хорошее. Мы можем, наоборот, смотреть на него с таким отрицанием, что это какой-то там отвратительный человек, который не заслуживает нашего сочувствия. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другому любить, или другому станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и маммоне, то есть богатству. Речь идет о том, что человек в своей жизни ставит ту или другую цель. Либо мне важно служить Богу, либо мне важно заработать денег. И речь здесь не о том, что зарабатывать деньги плохо. Мы все трудимся, мы все стараемся кормить свои семьи, мы все зарабатываем деньги. Речь идет о том, что когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Человек должен рассматривать свои возможности, в том числе финансовые, когда Бог их дает, как возможность послужить Богу. И человек не может ставить чем-то главным в своей жизни одновременно и Бога, и богатства. Если Бог на первом месте, все остальное на своем. И очень часто так бывает, что человек, который пытается ставить себе главной целью богатства, он не достигает богатства, и вся его жизнь оказывается разбита. Он не получает ничего. А когда человек ищет послужить Богу и думает о том, как осуществить свои таланты, которые ему Бог дал, как послужить Богу и людям, то Бог дает ему богатство тоже. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас может, заботясь, прибавить себе росту хотя бы один локоть? И об одежде, что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во сей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми пачевас, маловеры. Или не заботитесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и Правда его, и все это привожится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, и по завтрашней сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Это повеление Господа не заботится ни о чем. Оно иногда вырывается из евангельского контекста, и люди представляют себе, что богочестивое поведение состоит в том, чтобы лежать на диване, ни о чем не заботиться. Я буду лежать на диване, или я буду играть на компьютере, или еще буду как-то проводить время пустым, бессмысленным образом, в ленности. И мне Отец небесный что-нибудь пошлет. На самом деле мы видим, что говорит Господь, «Ищите же прежде Царство Божие и Правда его, и все это привожится вам». То есть все это прилагается нам, не когда мы на диване лежим, а когда мы ищем Царство Божие и Правда его, когда мы ищем служить Богу. То есть человек, о котором здесь идет речь, он ни в коем случае не предается ленности, он усердно служит Богу. Как говорит апостол, «Служите каждый тем даром, который получил». У нас есть какие-то от Бога дары, какие-то способности в какой-то области, чем-то мы призваны заниматься, мы трудимся, мы заботимся о других людях, и наша мирская работа тоже должна быть частью нашего служения Богу. И когда мы ставим на первое место служение Богу и людям, тогда Бог посылает нам все необходимое для нашей жизни. И это на самом деле очень практический совет. Иногда люди говорят о том, что эти слова, они как-то предполагают какую-то полноторванность от реальности. На самом деле наоборот. На самом деле наоборот. Человек, который думает о том, как принести пользу и как послужить Богу, у него все есть. Он делает что-то важное для людей, и он получает от этого отдачу, он получает от этого пользу. Человек, который сосредоточен на своих каких-то эгоистических потребностях, который думает, где мне достать денег, как угодно, он в итоге проигрывает в перспективе. Поэтому мы должны сосредоточиться на том, как там служить Богу и приносить пользу людям, исходя из тех даров, тех талантов, которые у нас от Бога есть. И тогда у нас точно будет и пища, и одежда. Сегодня мы читали шестую главу Евангелия от Матфея на библейском портале Экзегет.